В Калязине сохраняется ежегодная традиция проведения памятных мероприятий, посвященных преодолению смутного времени и вкладу в объединение людей-героев народного ополчения. Один из них навсегда увековечен в камне и бронзе Михаил Скопин-Шуйский. О том, как прошли праздничные мероприятия, рассказывает наш корреспондент. В Калязине почитают юного героя за победное сражение, которое он провел здесь, в усе реки Жабни, близ Троицкого Макарьева монастыря в 1609 году. Об этом вспоминали и говорили участники, собравшиеся у памятника Скопину-Шуйскому. Давайте представим, что же здесь произошло в 1609. Здесь вынуждено, сделав матч-брасулка с подвери, формируется в срочном, спешном порядке русское ополчение. Вот там полча врагов. И вот здесь мы все, да, немножко по-другому одеты, да, может быть, голодные, разутые, и не так сильно вооружены, как сейчас. Вот вдумайтесь в это и помните. Эта традиция у нас продолжается, это важно, важно, чтобы вы помнили наши истории, чутили наши преды и оберегали Отечество. Возле храма Вознесения развернулась основная площадка фестиваля «Походная кухня», который входит в событийный календарь Тверской области и является туристической изюминкой Калязина. На открытой сцене выступили участники фестиваля патриотической песни «Калязин. Родина. Единство». Специальный гость фестиваля – знаменитый тенор, артист оперы из Москвы Николай Семенов. Это русская сторонка, это родина моя. Впервые в этом году на «Походной кухне» соревновались авторы тематических фотозон, где любой желающий мог сделать необычно интересную фотографию. Районная библиотека, например, устроила походный шалаш и макету крепительных сооружений из ПИК, Нельская средняя школа – уголок старой русской избы. А коллектив «Дома ремесел» подготовил фотозону на тему «Мое любимое дело». Самые активные приняли участие в мастер-классе по приготовлению солянки по-калязински. За это они получили возможность продегустировать фирменные блюда фестиваля «Солянку и кисель». Продолжение следует...